Всем привет! Меня зовут Роман Сокутин, и это одна из рекомендаций с программы стажировки. Как вы знаете, наша компания занимается линейной стажировкой, то есть мы набираем очень много людей, занимаемся с ними и так далее. Одна из главных хитча — это то, что мы работаем по системе pull-requests и очень высокоитерационной разработки, и предъявляем высокие стандарты качества к коду. Это видео и последующие являются рекомендациями для участников, как стоит и не стоит оформлять те иные вещи, и на что ревьеры обращают внимание, на что не обращают. Соответственно, под видео каждой рекомендации вы можете найти ссылку на актуальную версию, то есть есть видео-версия, она не обновляется так часто, как хотелось бы, и как только мы будем готовы и предоставим версию для печати, так сказать, то есть некую разработаем платформу для системы рекомендаций, там вы сможете найти, соответственно, актуальную версию. Если ссылки все еще нет, значит, мы еще все это не сделали. Итак, сегодня мы поговорим сейчас, сейчас с вами поговорим про поля. Это первое, на что идет обращение внимания сразу после названия класса. Но давайте вернемся к полям. Итак, в компонентах Unity или в любой другой системе, но сейчас рекомендация именно под Unity, в компонентах мы часто определяем поля. Поля образуют, соответственно, состояние компонента, совокупность значений полей, и есть определенные трудности в определении их, то есть как надо, как не надо. Смотрите, первое, в чем вы можете ошибиться, это в именовании поля. Если вы посмотрите сейчас, то из данных полей только одно соответствует какой-то, имеет какой-то смысл, это Health, то есть текущее здоровье игрока. Мы имеем в виду, что данный компонент моделирует некую вот систему здоровья, то есть некое состояние Health, которое описывает текущее значение. Это хорошо, потому что, ну, значение здоровья, это хорошо, потому что оно исчерпывающее. Если бы сам компонент назывался Health, то само поле могло бы изменить свое значение на Value. То есть это было бы логично с точки зрения тип Health, точка Value, то есть текущее значение. Или могли бы там Current Health или Current Value, но Value зачастую было бы оптимальным. Соответственно, если семантика названия не отражает суть значения, мы выводим это в значение Health, поэтому здесь тоже стоит быть внимательным. Health это может быть как хорошо, то есть отражать смысл, так и плохо. Если у нас класс называется Health, и тип называется Health и поле Health, это исчерпывающее, ну, это не совсем корректно. С точки зрения дизайна. Поэтому, ну, тоже практика не универсальная, стоит об этом задуматься, то есть отразить смысл поля. Если мы посмотрим на некий Transform, назвать его Player, в принципе, возможно. Если это действительно, вы фиксируете, что это должен быть именно Player, вы сообщаете, что это именно Player. Если же такой фиксации нет, и в дальнейшем в коде Player этот Transform используется как точка для создания партиклов, стоит именно абстрагироваться от того, что это Player, потому что это может быть не Player, это может быть вообще Health висеть не на Player, то есть нужно иметь всегда разумное обобщение. Если компонент, в принципе, возможно его использовать вне этого заданного строгого контекста, что это именно на игроке, то не стоит так зацикливаться, то есть это будет излишне именно сообщать о Player. С точки зрения дизайна также было бы хорошо, что здесь именно Transform, а не какой-нибудь класс Player. Используется здесь класса Player, типа Player, если он имеется в проекте, было бы еще хуже, потому что это излишний тип, нужно ограничивать абстракцию. Соответственно, Player в данном случае, он и может сообщить смысл, но лучше, если это будет называться либо Transform, как просто Transform, тогда мы здесь тоже не универсальный, я считаю, то есть в целом название Transform мы пропустим, если имеется в виду Transform, который висит на BadExample, то есть на этом компоненте, но лучше, если это будет называться условный Point of Particles или что-то подобное. То есть если это используется для точки создания там партиклов, то это должно называться точка создания партиклов. Соответственно, если вообще в этом компоненте есть такая роль, возможно, имеет смысл вообще это отсюда убрать, и у вас будет отдельный компонент, где будет это поле называться Target, и исходя из контекста компонента, будет сразу понятно, что это за Target. Далее насчет флага. Соответственно, то, что это флаг, это уже понятно из типа Boolean. Соответственно, что этот флаг значит, непонятно. Здесь подразумевается, что этот флаг означает True, если игрок жив, и False, если игрок мертв. Соответственно, этот флаг не должен называться флаг, это именно должен быть из Alived или что-то подобное. Это первое, это по семантике название именно смыслового. Если мы говорим про некую стилистику, которая тоже отражает некие намерения программиста, то мы можем сказать, что у нас три поля названы в трех разных стилях. Если мы посмотрим на поле Hells, то мы увидим, что оно названо с большой буквы. Если мы посмотрим на поле Player, мы обратим внимание, что оно с маленькой буквы, а если на флаг, оно с маленькой буквы и с нижнего подчеркивания. Если мы видим, что поле публичное, то оно называется всегда с большой буквы. Соответственно, именование с маленькой или с маленькой нижнего подчеркивания доступно, когда поле Private. В Unity применяется практика, что когда поля или свойства публичные, они используют маленькую букву. Но мы не всегда следуем именно фреймворку Unity, мы добавляем свои рекомендации. То есть у нас не принято публичные поля называть с маленькой буквы или с нижнего подчеркивания. Что дальше? По модификаторам доступа. В данном случае все поля публичные, что не является правильным. То есть в целом откажитесь от публичных полей. Если вы видите публичное поле, переосмыслите систему. Например, если вы проходили курс Sharp Medium, вы сразу поймете, о чем это. То есть это тема инкапсуляции. Если вы изучали другие работы по проектированию или объектно-ориентированному программированию, то, соответственно, вспомните тему инкапсуляции. Это не всегда плохо. То есть вы можете допустить разумное использование публичных полей. Но сама семантика публичного поля подразумевает его в неправильное использование. То есть на это стоит от этого избавиться. То есть даже если вы сейчас правильно не используете, используете правильно, не факт, что это будет продолжаться. Поэтому стоит сразу его заправить и предотвратить возможные будущие ошибки. Соответственно, данные поля ни в коем случае не должны быть private. Почему? Потому что вы их делаете, паблик не должны быть. Когда вы их делаете паблик, они доступны для редактирования через инспектор. Это понятно. Для этого они и делаются пабликом. Но при этом они доступны из других компонентов. То есть когда вы разрабатываете связи компонентов, там получаете один компонентик и смотрите, что вы сможете с ним сделать. Соответственно, логично, что health будет публичным. Его можно изменять. У него есть такая доступность на изменения. Вы попробуете вручную его изменить. Вы измените health там под некому дэмиджу. Он станет отрицательным. И вы забудете изменить этот флаг и название предназначения которого непонятно. Потому что логично, что исходя из этого компонента флаг становится true, если health меньше нуля или равняется нулю. То есть когда мертвый игрок. Иначе мы получим ситуацию, когда здоровье отрицательное, а игрок еще жив, и у него там health bar условно уходит в отрицательное значение. То есть у нас нет защиты инварианта. То есть вкратце, обратите на что внимание, именование, именно смысл имени, стиль именования. Пишите в одном стиле, если публичный, с большой буквы, но старайтесь от этого избавляться. Если private, то с нижнего подчеркивания и с маленькой буквы. Это рекомендация corefx. Она связана с тем, что в целом не хочется использовать здесь, но в Unity мы не используем конструкторы. У нас редко происходит, когда такая вот инициализация, поэтому мы избавлены от этой проблемы. Она для нас не такая острая. Также, если мы работаем с другими языками под платформой .NET, там не везде есть чувствительность регистра, то есть поле там с балика и с большой буквы будет считаться одинаковым. В целом, как по рекомендации, мы советуем использовать именно нижнее подчеркивание и маленькую букву. Если вы во всем проекте используете маленькую букву для private, никаких проблем нет, мы это пропустим. Но если вы попадаете в проекте, в котором уже используется аннотация нижняя подчеркивание и маленькая буква, следует этому следовать. И, соответственно, модификаторы доступа тоже обратите на них внимание. То есть старайтесь делать по максимуму private. Давайте теперь посмотрим это бандледэкземпл, то есть как делать не стоит и посмотрим, как делать стоит. Во-первых, мы переименовали поля. Мы изменили transform на transform, но, как уже говорилось ранее, имеет смысл, если подразумевается какая-то точка, не именно точка, на которой висит компонент, то стоит назвать его point of particles или что-нибудь такое. И мы переименовали наш флаг в islife. И давайте я здесь поправлю, это все-таки должно быть публичное свойство. Что мы сделали? Во-первых, health перестал быть доступным через другие компоненты, но мы сохранили доступность через инспектор. Каким образом? Мы добавили модификаторы private, то есть запретили доступ к других скриптов, но добавили атрибут serialize field. Наша рекомендация делать атрибут в одну строчку, не вот так. То есть мы так редко делаем, стараемся не делать. Соответственно, вот этот атрибут позволяет изменять это поле через инспектор, но не позволяет менять его через другие компоненты. В целом, частично инициализация, инициализация через инспектор, это тоже спорная практика, но в целом в большинстве проектов это позволительно, если мы не приняли при старте проекта другой способ работы через всякие модели компонентов. И что мы сделали со свойством? Мы превратили его, с полем, флагом мы превратили именно в свойство isAlive, которое возвращает true и false, соответственно, в зависимости от значения health. То есть тем самым мы, в принципе, добились постоянно валидности его значения. Если вы захотите, соответственно, нанести урон нашему игроку, вам понадобится, это совершенно понятно, что вам нужно определить некий метод apply damage, который принимает некий damage и, соответственно, который производит там вычисление, что если damage больше нуля, меньше нуля, мы выкидываем ошибку, augment out то есть мы сообщаем, что мы не будем работать с отрицательным дамеджем. Ну и здесь мы можем отнять от health и заклампить его, чтобы оно не было меньше нуля и так далее, и так далее, и так далее. Если вам необходимо вывести health наружу, чтобы с ним можно было работать, опять-таки, в Unity есть особенность, что если у нас health private, соответственно, мы можем его настроить в Unity, но не можем получать. Но если нам нужно открыть для чтения, мы бы в C-Sharp обычно что сделали? Автореализуемое свойство, которое в Offsetter бы заправили, но в Unity тогда он не будет доступен через инспектор, к сожалению, и поэтому нам придется сделать дополнительное свойство, которое будет сообщать о текущем значении health. С точки зрения дизайна полей вот это вот пройдет, вот это вот отправится на доработку. Учтите это при разработке.